Добрый вечер! В эфире аналитическая программа Триггер. В студии авторы и ведущие, политические комментаторы Алексей Тулбуре и я, Виктор Чобану. Сегодня поговорим о визите президента Майи Санду о выступлении Шарля Мишеля, председателя Евросовета, о необходимости ускоренного расширения Евросоюза и заявлении Майи Санду о необходимости плана маршала для Украины и Молдова. Обсудим результаты визита генсека НАТО в Киев. Почему не состоялось судебное заседание по делу Башкана Гуцу? Как обычно, наша традиционная рубрика «Перломет». Начнем с короткого репортажа. Республика Молдова нуждается в поддержке Европейского Союза. Чтобы стать более устойчивой, заявила президент Майя Санду в Брюсселе после ежегодной конференции по бюджету ЕС. Мы являемся объектом гибридной войны, где полем боя стали экономика, информационное пространство и энергетика, уточнила президент. Я призвала к более гибкому бюджету, чтобы мы могли находить решения проблем, которые невозможно предвидеть заранее. И самым важным посланием было то, что инвестиции ЕС должны помочь нам установить мир на континенте и в нашем регионе. В связи с приближением 9 мая главу государства спросили, могут ли в Молдове иметь место определенные провокации. В Республике Молдова все ценят мир, поэтому этот день никак не может внести раскол. Если есть политики, которые пытаются разделить людей, это их проблема. Остальные все празднуют мир. Европейский Союз – это проект мира. И более того, в эти дни, когда мы видим ужасы войны в Украине, мы все признаем и хотим сохранить мир. Президент также прокомментировала участившиеся визиты в Москву про российских политиков из Молдовы. Государственные учреждения должны на это реагировать, сказала Майя Санду. Эти учреждения уже выступили с комментариями. Им предстоит проанализировать, был ли нарушен закон заявлениями, которые были сделаны в Москве, или действиями, которые последовали после этого визита в Москву. Глава Евросовета заявил, что принятие новых членов жизненно важно для сообщества и призвал не бояться евроинтеграции Украины. «Расширение жизненно важно для будущего ЕС, потому что без расширения появится риск возникновения нового железного занавеса», сказал председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью журналистам в понедельник. «Было бы крайне опасным иметь нестабильных соседей, в недостаточной мере процветающих, которым недостает экономического развития. В интересах и стран-кандидатов, и ЕС добиваться прогресса, ускорять его», — добавил он. Но Мишель опроверг слухи о том, что президентство Венгрии в сочетании с усилением поляризации в Европейском парламенте после выборов может еще больше осложнить путь стран-кандидатов к членству. Председатель Евросовета считает, что так называемое конструктивное воздержание, которое продемонстрировал Орбан в декабре прошлого года, покинув зал заседаний, когда его коллеги-лидеры 26 стран одобрили начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, может стать страховочной мерой при принятии аналогичных решений в будущем. Девять стран Восточной Европы и Западных Балкан в настоящее время ожидают своего часа, чтобы стать полноправными членами ЕС. Процесс присоединения к блоку, как известно, долгий и сложный, и страны-кандидаты должны выполнить жесткие требования ЕС, в том числе провести судебные и конституционные реформы. Итак, мы вернулись в студию, посмотрели репортаж. Президент Майя Санду в очередной раз повторила все угрозы, вызовы, с которыми сталкивается Республика Молдова. В общем-то, в этом дискурсе для нас ничего нового нет. Мне кажется, наиболее интересной частью было как раз выступление главы Совета Шарля Мишеля, который в преддверии, я бы сказал, новых выборов, нового руководящих органов Евросоюза, пытается, с одной стороны, подвести итоги, и с другой стороны, как бы, вот эти программные какие-то сделать заявления, которые достанутся в наследство уже следующему руководству. И в этом контексте, вот как раз, мне кажется, очень важным его заявление об ускорении расширения Евросоюза, насколько это важно, почему этого не надо бояться, и в первую очередь Украины, и вот это ускоренное расширение, в котором и мы также находимся, то есть три страны, Украина, Молдова, Грузия и шесть балканских стран, вот в этом пакете, которые, ну вот, программно рассчитаны к 30-му году, но очень важно, что Шарль Мишель еще отметил, что некоторые страны могут вступить и до наступления вот этого 30-го года, то есть то, о чем мы говорим, вот если мы выполним все эти пункты, по которым мы должны продвигаться, мы можем это сделать и через 2-3 года, а не через 6 лет и так далее, все зависит теперь от нас. Евросоюз открыл нам двери, я бы сказал даже не двери, а прямо ворота широко распахнул, дальше, вот, так сказать, уважаемые молдаване, все в ваших руках. Да, это очень важно, как мы будем двигаться по пути реформ, и мы уже говорили об этом не по имитации реформ, и не по составлению пустых отчетов о том, что понапринимали законов, подзаконных актов, регламентов разного рода, провели семинары там какие-нибудь, уэкшопы, а методика констатации прогресса будет несколько иная. Начало законодательное усилие после этого, внедрение этого законодательства в жизнь, и через некоторое время, это может быть год-два, эффекты нового законодательства. Вот, например, мы этот пример всегда приводили, когда говорили о евроинтеграции, что люди меняют бытовую технику, вот старый холодильник на новый, что с старым холодильником делать, что делать со старыми бойлерами, радио, телевизорами и так далее, мы их выбрасываем, но это мы просто загрязняем окружающую среду таким образом, что через какое-то время тут жить невозможно будет. И нерационально расходуем ресурсы, в общем-то, которые ограничены. Совершенно с вами согласен. Эти вещи должны идти на переработку. То есть должен существовать механизм сбора старой техники, транспортировки ее куда-то, разбора, селекции хороших материалов, плохих и так далее. Ну, как это обычно происходит. Переплавка металла, если это речь о металлах. Этого у нас нет. Извините, ровно 10 секунд вспоминается уже анекдот с бородой про мусоросжигающий или перерабатывающий завод времен раннего Урикяна. Еще. Вот с тех пор мы все обсуждаем эту тему. Ну, кстати, это вопрос к блоку экологистов, которые, значит, формируют сегодня центральную власть. Есть министерство, есть еще какие-то люди, есть советник президента по этим вопросам. Но по переработке мусора мы там же. Я помню, где и были. Я помню, нас пытались научить, значит, сортировать мусор. Мы его в квартире или в домах сортировали, потом доносили до мусора, вот этих, до контейнеров, и все в кучу сваливали. Потом они в сенсорены все это вывозили. Там за редким исключением что-то перерабатывали здесь под Кишиневом. Ну, желтый под пластик есть, да, контейнер. И все, и все. То есть, вот когда вот такие очень конкретные... То есть, тут не нужно быть семипядей во лбу, чтобы видеть, работает это или не работает. Это требование Евросоюза. Тогда, конечно, Молдова с распорсетными объятиями будет принята в Европейский Союз. Однако, однако, значит, мы с вами постоянно говорим, что война все изменила. И это не просто фраза, не просто фигура речи. Речи, да, или... Да, не Алексей, не такой риторический прием и так далее. И не сгущение красок. Война все изменила. Она действительно все изменила. Изменила наше отношение к прошлому, наше отношение к России, наше отношение к наследию советскому. Мы это все сейчас переосмысляем и так далее. Вот грядет опять День Победы. И тут, значит, более отчетливо видим, каким образом менялась интерпретация этого праздника. сценарий празднования и так далее. Интрига уже заложена. Все объявили, что празднуют свое. Я надеюсь, мы в следующей передаче успеем... Не буду об этом. Я просто как пример привел. Поменялось наше отношение, поменялось наше отношение к собственной безопасности. Мы видим, что нейтралитеты не работают. Что нейтралитеты это... Это очень редкая птица, которая летает в заповедных местах. Такие, как Швейцария, там... Скандинавия, например, которые отказались, скандинавские страны. В пользу НАТО. От этой идеи нейтралитета, потому что никто не может этот нейтралитет гарантировать сегодня. Когда ты имеешь дело с такой страной и с таким политическим режимом, как путинский режим, ничего не работает. Война все поменяла. Вот она поменяла и ритмы, довольно устоявшиеся жизни, жизни или бытования Европейского Союза. В том числе ритмы его и скорость его расширения. Мы помним, что в 90-х годах было расширение за счет западноевропейских некоторых стран, которые не были членами Европейского Союза. Потом самая большая волна расширения это уже страны центральной Европы и Южной Европы. Мальта, если не ошибаюсь, еще какие-то страны. И 2007 год две страны Юго-Восточной Европы, Румыния, Румыния и Болгария. И, в общем, Евросоюз, конечно, в открытую не говорил, но для себя в каком-то смысле решил, что на этом, по-моему, хватит, потому что Евросоюз в каких-то своих сегментах перестал быть флексибельным, перестал быть управляемым, что ли, или перестал быть узнаваемым, вот так вот было бы правильнее. Они знали Евросоюз, который был очень эффективен, принимал оперативное решение и так далее. Отсюда попытка, если вы помните, в 2006 году принять Конституцию Европейского Союза, которая была заблокирована Францией, потом Голландией, не получилось. Был принят какой-то другой документ, но он проблем не решил. И вдруг вот эта война, которая ускорила, в том числе, ускорила в том числе процесс расширения. И вот президент Европейского Союза Шарль Мишель говорит о том, что надо ускоряться. Не мы говорим, мы всегда говорим, надо ускоряться, и страны-кандидаты всегда на этом настаивали. Я помню дискуссии, участвовал в некоторых из них между странами Центральной Европы и Евросоюзом. Поляки, в частности, были очень активны. Все представители балтийских стран. Это был такой напор. Быстрее, вы не должны нас держать у порога и так далее. Мы, в общем, этот стиль нам не принадлежит, но вот сейчас мы понимаем, что нам надо тоже вот таким образом себя вести. Но это говорит сам Европейский Союз. Почему? Потому что есть опасность и была бы опасность, если бы Евросоюз не расширялся в 90-х и в нулевых, возникновение нового железного занавеса. И мы примерно знаем, по каким границам этот новый железный занавес пройдет, по границам захваченных российской армией территорий. То есть, если, ну не будем сейчас загадывать, то в всяком случае это совершенно очевидно. Если бы Румыния не была членом Евросоюза и не была бы членом НАТО, то она бы находилась под такой же угрозой, под которой находится, например, сегодня Молдова. Молдова после Украины это самая уязвимая страна перед устремлениями имперскими и агрессивными Москвы. Самое мы не члены НАТО, мы не члены Евросоюза, значит, наша армия считает, что ничтожна, мы будем, наверное, говорить, у нас есть кое-какие цифры, мы там тратим совсем ничего на оборону. Это хорошо, потому что мы думали, что уже не будет войн. Ну, не только мы, многие думали. Мы на это не тратились. Армия оставалась таким атрибутом государственности, но, в общем, не очень функционально была. Вот, поэтому, 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 да, мы можем только приветствовать такие настроения, но для того, чтобы эти настроения материализовались в то, что нам надо, нам надо обезопасить страну, нам надо обеспечить условия для развития, для модернизации, это может случиться только на пути к Европейскому Союзу и внутри Европейского Союза. Это наша стратегическая цель. Даже если мы не будем соответствовать по всем параметрам, все равно мы должны стремиться вступить в Европейский Союз, потому что это та среда, где у нас будет происходить нормализация всех процессов. Это с одной стороны. С другой стороны, я закругляюсь, это, как вы правильно заметили, и предвыборные, предвыборные такие заявления, заявления, да, руководства Европейского Союза, потому что, да, будут выборы Европейского Парламента, и каждый из важных персон, и Шар Мишель представляет определенную политическую семью, и Урсула фон дер Ляйен, который является председателем Еврокомиссии, тоже консервативные партии, народные партии европейские, они работают на результат своих партий. А, например, Польша, Румыния, другие страны, Центральная Европа, ну, может быть, Венгрия, они в такой степени, они выступают очень активно за расширение Европейского Союза. Они наши естественные адвокаты в этом процессе. Вот такие заявления руководства Евросоюза мобилизует электорат этих стран, мобилизует электорат, который, в общем, не евроскептический, а проевропейский электорат. Это с одной стороны, с другой стороны, не надо забывать, что и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен будут претендовать на переизбрание. После избрания парламента, парламент избирает руководящие органы Евросоюза, в том числе комиссию, председателя Евросоюза, этот пост сегодня занимаешь Арм Мишель, верховного представителя по внешней политике обороны и так далее. Обязательно парламента это внутри. Поэтому они сейчас, они сейчас, конечно, тема расширения, тема поддержки, тема расширения зоны демократии, тема укрепления свободы на большей территории Европы, захватывать как можно, даже не то слово, а защищать как можно больше территории европейской от того, что несет нам всем Россия. Рабство, отсутствие демократии, тоталитаризм и так далее. Это очень популярная идея. Поэтому это шанс для нас. Этот шанс не даже упустить. Я вижу, что госпожа Санду делает то, что она в общем всегда делала лучше других. Лучше Министерства иностранных дел и дипломатии в целом. Она продвигает интересы страны в данном случае на европейском уровне. Причем на наличном уровне очень важно. У нее очень близкий конструктивный хороший контакт с европейскими лидерами. Практически Майя Санду вот думаю, что на этом и основаны большинство наших так сказать продвижений в этом направлении. Я хотел бы еще раз все-таки остановиться. Тезис вы высказали, но я хотел бы его все-таки чуть-чуть развить, чтобы было понятно телезрителям, почему мы на этом настаиваем и почему мы не в данном случае не алармисты. Когда мы говорим, что Молдова это следующая самая уязвимая цель, надо понимать, потому что вот мы анализируем заявление и в международной прессе, и со стороны России, и видим, что периодически со стороны России и дальше это все интерпретируется на Западе, называются в конструкции такой логической, если Украина не выстоит, особенно это было в последнее время, когда вот эта помощь со стороны Соединенных Штатов была поставлена на паузу в течение полугода, так вот в этой ситуации мы видели определенное продвижение на фронтах российских войск, не столь существенное, но все равно продвижение и вот после этого периодически возникали вот эти аллюзии о том, что после Украины следующая цель это либо Балтийские страны, либо Молдова или наоборот либо Молдова, либо Балтийские страны. Так вот, в чем существенное отличие Молдовы от Балтийских стран? Да в том, что Балтийские страны являются членами НАТО и только Молдова является ничем не прикрытой кроме вот этого фигового листка объявленного в собственной конституции нейтралитета никем не признанным и не подтвержденным и не гарантированным самое главное, но наши ура-патриоты все равно как с писаной торбой с этим носятся. Так вот, не дай бог и я просто уверен, что этого не произойдет, но в гипотетическом сценарии совершенно очевидно, что если Россия будет выбирать кто следующий, то она между тем, чтобы так сказать запускать пятую статью договора НАТО и двигаться в сторону своей танки в сторону Балтийских стран или в сторону Молдовы, разумеется, выберет Молдову. Именно поэтому мы повторяем очень часто, что мы должны как можно быстрее пройти, прислушаться опять к Шарлю Мишелю, ускоренную предлагает, ускоренную процедуру продвижения. Мы сейчас не говорим о вступлении НАТО, не то время, не то место, и люди не готовы, и мы не готовы, в первую очередь это очень важно, но мы говорим о том, чтобы продвинуться и стать полноправным членом Евросоюза, это все равно будет для нас хоть какая-то гарантия, и это очень важно. И поскольку вот этот отрезок мы прошли достаточно быстро, мы не раз об этом говорили, от статуса кандидата до открытия переговоров, и очень надеемся, что до выборов может быть мы успеем открыть эти самые переговоры до того момента, когда будут выборы, и естественная пауза наступит в работе европейских органов, чтобы мы этот процесс уже открыли, а дальше уже все на уровне этапов будет происходить. Так вот, то, что мы прошли очень быстро, и тоже мы об этом говорили, о том, что мы благодаря тому, что война все изменила, и для Украины в первую очередь были открыты вот эти двери Евросоюза, и мы в каком-то смысле вместе с Украиной в этом процессе движемся параллельным курсом. Так вот, Шарль Мишель сказал очень интересные вещи для Украины в первую очередь, адресованные Украине, понятно, почему Украина это все-таки самая важная страна, для Евросоюза это понятно, присоединение Молдовы, скажем, с двумя увидим, сколько там миллионами населения, и такая страна в 40 миллионов плюс, как Украина. Так вот, это для нас тоже имеет значение, почему? Вот что говорит Шарль Мишель по поводу Украины, вопрос об интеграции Украины, ВВП, который на душу населения в три раза меньше, чем у Болгарии, а мы примерно на одном уровне с Украиной находимся по этому показателю, самой маленькой экономики Евросоюза сопровождается опасением, что это дестабилизирует бюджетную структуру Евросоюза, и многие страны превратятся из бенефицаров в доноров. В недавнем отчете аналитического центра Брегель говорится, что расходы на вступление раздираемой войной страны в Евросоюз составляют от 110 до 136 миллиардов евро в течение 7 лет. То есть мы примерно можем себе представить за 7 лет от 800 до триллиона получается. Вот что будет стоить Евросоюзу вступление в общем-то Украины. Понятно, что для нас цифры будут совершенно другие, но опять вынужден просто повторяться, не воспользоваться этой открытостью, которая демонстрируется на таких цифрах Украине, а для нас она не сопоставима в десятки раз меньше с нашей стороны будет просто преступно. Шарм-Мишель говорит, что для Украины потребуется особый переходный период. Это касается и нас. Понятно, что с нашей недоэкономикой, пусть, извинит меня, министр экономического развития и диджитализации, но то, что мы сейчас наблюдаем в Республике Молдова, это не вполне экономика, но вот как бы так мягче выразиться, это кое-где кое-что, которое традиционно было, ну и мы пытаемся еще в частности министерства облегчить жизнь предпринимателя, но этого мало, потому что нет вот тех самых грандиозных проектов, которые моторы, которые запустили бы экономику, чтобы вот этот разрыв, о котором говорит Шар-Мишель, от самой бедной страны Евросоюза они берут, а мы же помним вот эта волна расширения, когда приходили эти страны и у них такие же показатели были, где-то третья, где-то треть была, и вот они сейчас за 80 перевалили от среднего уровня. Я хотел одну цифру, 40 миллионов населения в Украине и в три раза меньше ВВП на душу населения, чем в Болгарии. В Болгарии 6,5 миллиона, Болгария была такой же самой и страной. Совершенно. И Румыния такой же была, когда они вступали в 2007 году. Сейчас румыны, мы приводили эти цифры, увеличили минимальные зарплаты в несколько раз, минимальные пенсии, увеличили на душу населения доходы. Только помощь прямая и инвестиции в Румынии составили свыше 50 миллиардов в Украину больше, потому что она разрушена практически. Я тут хочу вот один момент отметить. Вот эти цифры, это экономисты и статисты этим занимаются. Политики, вот я хочу подчеркнуть, они не на этих цифрах, скажем так, не только на этих цифрах будут основываться. Вы помните первую реакцию Урсулы фон дер Ляйен после начала войны. У свободы есть цена и мы эту цену должны заплатить. Вот это ее слова буквально, я процитировал. А цена это помощь Украине, это не считать деньги, это затянуть пояса, это, кстати, в связи с тем, что Россияне, или Москва, не Россияне, Москва обещала перекрыть газы и мы должны, так сказать, перезимовать и так далее. То есть свобода стоит, а Украина это свобода, не только для Украины, но и для Европейского Союза тоже, потому что если, не дай бог, конечно, но то, что происходит в России продлится годы и годы, то железный занавес опустится там, докуда дойдут российские войска. Может быть этого не произойдет и рухнет диктатура и там начнутся перемены и так далее. Но мы сейчас гадать на кофейной гуще не можем. Поэтому, поэтому, да, эти цифры очень важны, но мне кажется, что в Евросоюзе сейчас крепнет понимание и расширяется база социальная для этих очень простых, но очень эффективных идей. Свобода стоит и ради свободы не жалко ни денег, ни усилий, ни ресурсов. И мы, так сказать, должны на это отвечать. Я думаю, что ключевая фраза из его речи, вот, подводя итоги, Шар Мишель говорит, что Евросоюз не должен бояться интеграции Украины. И тут же я привожу один из последних опросов, проведенных на Украине, центра Разумкова. Украинцы поддерживают вступление в Евросоюз в количестве 84%. Это так, для сравнения с нами, чтобы было понятно, как, где мы находимся и где находится Украина. А вот эта цифра очень важная для вот того самого референдума перед вступлением. Мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Итак, мы вернулись в студию и продолжаем. Вот, наверное, в продолжении или в завершении темы евроинтеграции я хотел бы еще отметить, что там же президент Майя Санду 29 апреля выступила на открытии ежегодной конференции по формированию бюджета Евросоюза. Майя Санду подчеркнула, что Евросоюз должен разработать план маршала подобие плана маршала, который был собирательный образ, да, можем это обсудить, фактически план восстановления послевоенной Европы. И вот здесь с дискуссиями, что будет такой план по восстановлению Украины, она сказала, что такой план маршала нужен для Украины и Молдовы, что очень важно. Вот с нашей стороны была такая вот идея выдвинута в этом европейском форуме. Почему для нас это важно? Поскольку Молдова также не так же, не в той же степени, Молдова не находится в состоянии войны, но испытывала все тяготы так сказать вот этого военного времени. Поэтому наверное все-таки не то, что наверное, я просто убежден, что все те, которые сейчас вступив в избирательную кампанию начинают говорить, что так сказать власть провалилась по всем позициям и так далее и так далее. Я хотел бы периодически возвращать их ногами на так сказать на землю в реальность и говорить, что ни одна власть не имела такого счастья руководить страной в столь сложный период, когда и мы перечисляли эти кризисы один за другим в связи с этой войной, не считая еще и пандемические, экономические, инфляционные, энергетические и так далее и так далее. Так вот, перед тем, как пенять власти, вспомните свои замечательные годы правления и оглянитесь, да, и критически оцените их. Я в связи с этим еще несколько минут захвачу по этой теме. Сейчас в России активно обсуждается фильм фонда борьбы с коррупцией, автором, который является Мария Певчих «Предатели», где и в которых она анализирует то, что происходило в 90-е, в частности закладные аукционы, залоговые аукционы, при помощи которых были захвачены самые лакомые куски предприятия, национальной экономики России, как были организованы выборы, политические процессы, третья серия будет о том, каким образом был найден Путин и предложен в качестве президента и так далее. Но идея, значит, спор огромный, кто-то соглашается с интерпретацией, кто-то нет, но то, что нельзя отрицать, что то, что происходило в 90-х и после этого, это сложно было назвать такой настоящей демократией. Шли на какие-то компромиссы недопустимые, шли на какие-то вещи во имя благородных целей и дошли до войны в соседнем государстве. Вот я не хочу, например, чтобы через 20 или 25 лет следующее поколение сделало такой фильм «Предатели» о вот этом периоде, в котором мы сегодня живем. Если вдруг провалится, так сказать, вот этот исторический шанс, мы не используем, чтобы стать частью институционально, стать частью свободного мира, частью демократического мира. Поэтому частью цивилизации. Частью цивилизации, да. и уйти в общем навсегда или надолго уйти от угрозы внешнего нападения, от угрозы нищеты и так далее. Потому что я не знаю ни одной страны члена Европейского Союза, в котором бы существовали такие феномены, как голод и так далее. То есть то, с чем мы сталкивались на протяжении нашей истории советской, и досоветской, и вот сейчас постсоветской, ну голод нет, ну нищета, нижечеты бедности. Где за то, что ребенок рисует радугу и пишет мы за мир, получает тюремные сроки родителей и так далее. это вообще отдельный случай. Поэтому да, поэтому да, вот сейчас шанс, мы идем навстречу друг другу и каждый должен выполнить свое домашнее задание. Евросоюз выполняет, с моей точки зрения, они очень в этом смысле хороши. Теперь мы должны тоже напрячь все усилия. Да, совершенно верно. На этой оптимистической ноте предлагаю перейти к следующей теме, а именно визит генсека НАТО Столтенберга в Киев. У нас есть репортаж, давайте посмотрим. ГУДСОЛ 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 отказалась комментировать выдвинутое ей обвинение. Ну, я же вам ответила после заседания, судебного заседания, я вам отвечу на ваши вопросы, на русском. Спасибо. Адвокат ГУДСОЛ Вадим Банару назвал это дело политическим. Понятно, что это политическое дело. Вы видели, что председатель парламента после решений конституционного суда говорит, что они сделают так, как хотят. Вчера председатель парламента уже объявил людей виновными без решения суда. Очевидно, что это политическое дело, и оно не первое, но мы надеемся, что честные судьи будут следовать закону, и мы докажем невиновность госпожи ГУДСОЛ. По этому же делу проходит и бывшая секретарь главного офиса партии ШОР в Кишиневе. Прокуроры утверждают, что она получила 9 миллионов 746 тысяч 825 леев. Деньги предназначались для оплаты акций протеста организованных партией ШОР и для выплаты зарплат в конвертах членам территориальных отделений. Обвиняемые своей вины не признают. Если ГУДСОЛ и другую фигурантку дела признают виновными, им грозит штраф в размере более 92 тысяч леев или лишение свободы на срок до 7 лет. В обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. Штраф это вообще смешные суммы учитывая то, что инкриминируется по этому делу. Я хотел бы обратить внимание сейчас мы поговорим вот об этом у нас столкебр чуть позже появится. Само вот это заседание суда, которое было отменено. Ну извините, у меня такое стойкое дежавю, то есть наконец-то Башкан, мы говорим, что у общества есть законные основания подозревать вот в этих финансовых макинациях и так далее. И пусть суд разберется наконец в этом вопросе. Если суд примет решение, что она невиновна, тогда она законно занимает свое место и не только легально, но и легитимно будет, мы ее будем считать избранным этим, а Майя Санду вероятно включит ее в состав правительства, но только после решения суда. Что происходит? Мы наблюдаем то же самое, то есть приходят стороны и потом адвокат говорит буквально заседание перенесено, так как Евгения Александровна не был предоставлен переводчик на русский язык или заключение суда, потому что я читал и так и так на русском языке. У меня риторический вопрос. Наша вообще судебная система учится чему-то? Вообще что-то происходит в этой правоохранительной? Мы же прекрасно помним эти бесконечные заседания и переносы по делу начальника госпожи Гуцул Илана Шора, когда защита постоянно требовала сначала заключение, вот я уже могу предположить, что на следующем заседании 27-го ей представят это заключение на русском. Адвокаты скажут, ну а теперь обвиняемый должен ознакомиться со всеми материалами, делами, переведите все дело. И это еще несколько месяцев, а в случае с Шором это было несколько лет. Но я даже могу пойти дальше в своих предположениях и сказать, что Гуцул может в принципе потребовать и перевести на гагаузский язык все эти заключения суда и так далее и так далее. То есть какой-то театр абсурда, который продолжается с этими судебными разбирателями явных аферистов и мошенников уже как бы начинает надоедать. Я считаю всем гражданам которые настроены нормально вообще по всем вопросам касающимся нашего будущего и так далее. Но тут постоянно возникают вот эти наперсточники, которые обыгрывают государственную систему раз за разом. я не могу удержаться не процитируя в контексте того, что я сказал, вот этих так сказать проволочек юридических дать вам цитату еще из Гуцул. Даже беглого ознакомления с материалами достаточно, чтобы понять заказной характер этого дела. То есть сначала вы требуете переводчика и говорите «Моя твоя не понимает». Вы там что-то написали на румынском, а потом говорит, что мы так бегло взглянули на решение суда и поняли, что это заказное, политическое и так далее. То есть вы уже разберитесь хотя бы как-то с элементарной логикой. Дальше, по ее словам, центральные власти Молдовы противодействуют преобразованиям в автономии. Конкретно чему? Не разрешают аэропорт построить, карусель. Что вам запретила центральная власть? Или то, чтобы Илан Миронович и мы, команда Шора, привезли 500 миллионов вот этих инвестиций в Гагаузию? Что вам запретила центральная власть? Говорите по существу, а иначе это... Ну вот понимаете, когда все вообще сплошная ложь и сплошная фальшь, ну вот понятно, что собирается платная стоянка из бабушек Шора, которые кричат там победа, победа хором, хотя суд не принял вообще никакого решения, но у них уже в методичке, так сказать, на листочке было написано, что они победили. Ну, было бы, конечно, это смешно, если бы не было так грустно. Вот мое такое заключение. У нас есть реформированный высший совет магистратуры. Значит, есть прецедент подачи жалобы со стороны члена высшего совета магистратуры на судью, который ведет дело Андрунаки. Это непростой судья, известный довольно человек в Молдове Георгий Балан. Он известен в частности тем, что во времена Плохотнюка он считался одним из сопротивлявшихся оппонентов Плохотнюку и так далее. Ну, и был известен тем, что он кум Андрея Анастаса. Ну, вот то ли это было ложное восприятие этого человека, то ли с ним произошли какие-то метаморфозы, сейчас он берет и закрывает дело Андрунаки и рассматривает его в закрытом режиме, без доступа прессы, мы не знаем, о чем там идет речь. Мы уже сталкивались с такими процессами, в частности, процесс против Филата был закрыт, процесс против Платона, имена не понятно, кто эти люди и так далее, но они были осуждены в рамках этих закрытых процессов не за то, что они сотворили. Я думаю, да. Я извиняюсь, что мы еще раз привемся на рекламу, не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Итак, мы вернулись в студию, я прервал вас. Ну, вот я начал с того, что у нас есть реформированный высший сайт магистратуры, это орган самоуправления судейского корпуса, политическая власть создал условия для реформирования этого совета, сейчас идет этот Летин, будет новая высшая судебная палата у нас, новый состав. Ну вот, есть возможность, если есть нарушения со стороны судейского корпуса, судьи, то тут надо вмешиваться, потому что мы так научим госпожу Гуцул и говорить, и выступать публично, и без зарубежной поездки и так далее. То есть мы из-за того, что мы не проводим реформы, не можем реагировать адекватно на угрозы, мы создаем условия того, чтобы вырастали вот такие вот лидеры из ничего, создаем проблемы на ровном месте. Я тоже считаю, что вот эти все поводы мелочные, нет переводчика, это надо все предусмотреть и избегать вот этого затягивания. Семь лет затягивали дело Шор. А теперь что? Ну да, теперь дежавю, то, что мы говорили. Но будем надеяться, что на следующем заседании какое-то продвижение будет, и мы узнаем решение наконец нашего реформированного суда. В этом же контексте я хотел бы еще одну новость привести сегодня, 30 апреля, Арно Лагардер, глава одноименной группы, уволился с поста генерального директора после того, как ему предъявили обвинение об использовании активов компании для финансирования личных нужд. Господин Лагардер не согласен с обвинениями и намерен их оспорить, однако его обязали уволиться с руководящих постов в группе компаний, говорится в заявлении Лагардер. Для тех, кто забыл, напомню, Лагардер это та самая знаменитая фирма, которая вот уже два раза подряд участвует в конкурсах в аренду тех помещений в аэропорту Кишинева, которые до сих пор, так сказать, которыми управлял Илан Шор. Ну, с самого начала я напомню, что журналисты и исследователи тут же буквально просто даже не расследование, они просто посмотрели юридические адреса этой компании, как она появилась в Молдове, какие-то, в общем, была масса вопросов к этой компании, на что у строителей конкурса с серьезным, так сказать, каменным лицом говорили, что все в порядке, фирма вполне, так сказать, европейская, участвовала даже в чем-то там в Румынии, но вот оказывается, что фирма не очень-то такая фирма или руководство фирмы, это уже пусть они в самом Лагардере, мне бы очень не хотелось, чтобы эта история повторилась на следующем конкурсе, который будет проходить, а иначе мы столкнемся с ситуацией, что из аэропорта уходит Шор и появляется что-то такое же точно подобие вот вот с такими проблемами, но уже это случилось два раза случилось, ну давайте слушайте, мы в 21 веке, господа, которые управляете, так сказать, процессами в государстве, есть интернет, есть что угодно, есть в конце концов фирмы юридические и в республике Молдова, ни один инвестор, ни один, никогда не делает ни одного шага, не заключает контракт в темную, понимаете, это же не покер, это не покер, мы говорим, вот удваиваем ставку и мы идем, это государственное, так сказать, имущество, которым надо распоряжаться очень тщательно. Когда отдали в концессию аэропорт, это было полузакрытое такое, так сказать, действие, в котором не участвовала ни одна приличная компания, какой-то Хабаровский аэропорт победил, да, то есть это какие-то компании, которые подогнал Илон Шор и захватил аэропорт, и зарабатывал бешеные деньги на протяжении многих лет, поэтому и был аннулирован этот договор, потому что все это было нетранспоретно организовано, мы говорили, ПАС говорил, все говорили о том, что мы вернем аэропорт и сделаем так, как надо, пусть приходят знаменитые зарекомендовавшие себя с положительной стороны компании и так далее, и так далее. Вот у нас два раза организованный тендер по сдаче в аренду коммерческих площадей, заканчивается тем, что остается фирма, которая очень похожа на фирмы Шора. Первый раз так случилось, второй раз так случилось, при этом ответственный за это министр спынул, говорит, что он к этому не имеет отношения. Никакого. Ну может быть, давайте будем исходить с той посылки, что он не имеет к этому отношения, но может быть надо какое-то отношение иметь, раз ты два раза подряд воспроизводишь модель сдачи в аренду каким-то подозрительным компаниям государственную собственность, может быть, надо вмешаться, может быть, надо пригласить какую-то специализированную компанию, которая может организовать тендеры. Правильно, мы же обсуждали с вами эту тему. Начнем с того, чтобы тендер этот организовать, может быть, не ребята, ребята, или как они говорят, чьи дела аэропорт, может, не аэропортовские ребята должны организовывать тендер, и не министерство, потому что в министерстве такие же ребята сидят. А пригласите людей, которые умеют это делать, и которым мы можем доверять. Они пригласят действительно к участию, если они будут заниматься специализированной компанией, то и те, которые стоят чего-то, придут и будут участвовать в этом тендере. Хватит издеваться над здравым смыслом, не надо считать людей полными идиотами. Я не имею к этому отношению, это шор там сопротивляется. Слушайте, как шор, где шор сопротивляется? Если шор сопротивляется там, шор захватил один регион, шор устроил съезд, сейчас хочет президентство захватить, потом парламент, ну тогда вы идите отдыхайте, дайте другим заниматься этим. если шор, осужденный на 15 лет, беглый, олигарх, находящийся под международными санкциями, обыгрывает вас на каждом повороте, то может быть проблема в вас? В вас может быть проблема? Это такой частный случай, но он, значит, выводит нас на какие-то обобщения, понимаете? Шор везде, шор там, шор сям, понимаете? Ну так, слушайте, ну разве не можете? Ну скажите, мы не можем, может есть другие, которые смогут это сделать? Мы говорили, что ставки очень велики, у нас исторический шанс вырваться из этого пространства несвободы и войти и институционализироваться в семье европейских демократий, это приведет и развитие, и благополучие на эту землю, и безопасность. Нет, а мы играем все с какими-то тут, извините меня, я говорю, чтобы мы не проснулись через поколение с фильмом предателей от эпохи, которую мы сейчас переживаем. Да, а сейчас предлагаю перейти все-таки к визиту Столтенберга, давайте посмотрим репортаж. Значительные задержки в поставках имеют серьезные последствия на поле боя, признал генеральный секретарь НАТО, имея в виду значительные задержки в предоставлении военной помощи Украине со стороны США и Европы. Но Украине еще не поздно победить. Помощь уже на подходе. Столтенберг призвал союзников дать крупное многолетнее финансовое обязательство, чтобы продемонстрировать, что поддержка Украины не является краткосрочной. Москва должна понять, что она не может победить, сказал глава Североатлантического альянса. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизненно важное американское оружие начинает поступать в Украину в небольших количествах и что этот процесс необходимо ускорить, поскольку российские силы пытаются воспользоваться ситуацией. На совместной пресс-конференции Зеленский сказал, что ситуация на поле боя напрямую зависит от скорости поставок боеприпасов в Украину. Поставки есть, они начались, но этот процесс необходимо ускорить. Артиллерия, боеприпасы калибра 155 мм, оружие дальнего действия и ПВО, в основном системы Патриот. Это то, что есть у наших партнеров и что должно работать сейчас в Украине, чтобы уничтожить террористические амбиции России. Недавно Соединенные Штаты приняли пакет военной помощи Украине на сумму в 61 миллиард долларов, что положило конец многомесячному тупику и дало Киеву надежду на пополнение почти иссякшего артиллерийского запаса. Вместе мы можем сделать так, чтобы российское наступление провалилось, сказал Зеленский, имея в виду новое крупномасштабное наступление, которое, по сообщениям, готовит Москва. Заостри внимание на том, что Россия пытается воспользоваться задержкой в поставках Киеву оружия. После провала контрнаступления летом прошлого года Украина перешла в оборону. Россия захватила инициативу и отвоевывает позиции на востоке страны, так как украинской армии с начала года не хватает боеприпасов. В последние дни Москва заявила о взятии нескольких населенных пунктов. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в воскресенье подтвердил, что ситуация на фронте ухудшилась, пишет АФП и Рейтер. Россия активно наступает вдоль линии фронта и фиксирует тактические успехи на некоторых участках, написал Сырский в социальных сетях. Он подтвердил отступление украинских военных из Бердыча и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой. На прошлой неделе глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предсказал, что ситуация ухудшится к середине мая, началу июня. И это, по его словам, станет трудным временем для Украины, сообщает Аджерпресс. Итак, мы вернулись. Я хотел бы процитировать здесь генсека НАТО на совместной пресс-конференции, которую он провел с президентом Зеленским. Столтенберг признал, очень важно, что страны НАТО не до конца выполнили свои обязательства перед Киевом. В частности, он сослался на затянувшуюся вот эту помощь со стороны Соединенных Штатов и проблемы собственно с поставкой снарядов Евросоюза. Мы помним, что был анонсирован тот самый миллион снарядов, которые Евросоюз не из-за политических разногласий, а просто физически не смог поставить Украине. Вместе с тем генсек подчеркнул Украине еще не поздно одержать победу. Вот это мне кажется такое важное программное заявление и в очередной раз сказал, что сотрудничество НАТО и Киева делает необратимым путь Украины для присоединения к Союзу. С оговоркой, что сейчас на ближайшем саммите НАТО понятно, что Украину не примут. Ухудшение ситуации на фронте, о котором шла речь в репортаже, это последствия, результат запаздывания с этой помощи. Она наконец-то деблокирована и важно, что говорит не представитель одной страны. Да, самая главная помощь идет от Соединенных Штатов, речь идет о 61 миллиарде долларов, но помощь оказывают и другие страны. И Евросоюз 50 миллиардов и страны в рамках и Рамштайна и двухсторонних. И Иоанн Столтемберг говорит от имени НАТО. Он говорит, что НАТО выполнит все свои обязательства. Речь идет, конечно, в первую очередь о противовоздушной обороне, но и о боеприпасах, о ракетах. Может быть, в какой-то момент появятся и самолеты. Вот мы ожидали самолеты год назад. Мы говорили, что вот самолетная коалиция должна появиться и так далее. Но вот их нет, этих самолетов. Посмотрим, как будут развиваться события. Но это для Молдовы это жизненно важная вещь. Мы не знаем, сколько продлится эта война. Мы не знаем, как будут развиваться события. Мы не знаем, что будет. Вот я тут ошибся в прогнозе. Я считал, что политическая внутренняя повестка дня в Соединенных Штатах мало повлияет на ситуацию в Украине. Но вот оказывается, что перспектива избрания Дональда Трампа может по всей вероятности внести очень серьезные корреки. Трамп до сих пор повторяет все свои угрозы. Если рассматривать наши перспективы европейские через призму происходящего в Украину, то время очень дорого. Мы не можем время терять. Роскошь профукивать. Это роскошь. Ускоренная интеграция, ускоренные трансформации внутри страны, они очень важны, критически важны для нас. Потому что, повторяю, война в Украине это очень опасная ситуация для нас. Огромная угроза. Но хорошо, что НАТО пришло в себя или пришел в себя, вот так правильно будет сказать. И после вот этой паузы я надеюсь, сейчас эта помощь будет оказана и Украина достойно пройдет через эти периоды, испытания трудные, которые предстоят, через которые она сейчас проходит. И поскольку вы сказали, что НАТО обязуется исполнять, и все страны НАТО будут исполнять свои обязательства, я хочу привести заявление премьер-министра недельной давности, правда, Риши Сунака, который пообещал выделить Украине крупнейший в истории страны пакет военной помощи объемом 500 миллионов фунтов, или это 580 миллионов евро. В эту помощь войдут 60 катеров, 1600 ракет, в том числе Storm Shadow, более 400 транспортных средств, бронированные хаски, 162 бронемашины, 78 вездеходов, 4 миллиона патронов к стрелковому оружию. Вот Англия, такой вот тоже огромный пакет в одностороннем порядке, вот со стороны Англии будет в Украине. Так что есть надежда, что все это сохранится. На этом фоне, вот называя такие цифры, я не могу не сравнить их с данными, которые недавно были опубликованы относительно военных расходов республики Молдова. Значит, сравнивались разные страны, в частности в нашей зоне. И вот это был Стокгольмский институт по исследованиям проблем мира. Он отмечает, что Молдова выделила на военную сферу почти в 10 раз меньше, чем Грузия, 18 раз меньше по сравнению с Арменией. Далее, более того, да, бюджет, выделенный Молдовой на обороны, остается неизменным уже более 10 лет и составляет ну, около половины процента от ВВП. Вот такие данные для наших патриотов. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Перламет. На этой неделе чемпионом в нашей рубрике Перламет становится мэр города Окница господин Атаманюк, который выступает и в другом качестве, в качестве свидетеля по процессу политической коррупции, которая проходит в отношении бывших депутатов соцпартии госпожи Лазаван, Нестеренко и так далее. Вот он рассказывает, как ему предлагали деньги за переход в партию Шорер. Сначала ему предлагали 5 тысяч долларов. По мере того, как он отказывался, сумма росла, пока не дошла до 50 тысяч долларов. Еще миллион лев ему обещали перечислить на инфраструктурные проекты мэрии. И вот госпожа Лазаван цитирую, заявила, вот эта фраза у нас победила в рубрике «Перломет». 15 минут позора и ты миллионер. Вот так политика к чему сводится. 15 минут позора и ты миллионер. При Плохотнюке особенно. Все то, о чем мы говорили на протяжении всей передачи, вот одной фразой буквально. Таковы были темы наших сегодняшних обсуждений. Мы с вами прощаемся до следующего вторника. Редактор субтитров